Илья послушался, кто лучше, чем мама, можно сказать. Я после собрания, небольшое собрание было, подошел к старшему брату, старичку, дядю Адольфу. Хочу покаяться. Он посмотрел на меня с удивлением. Никто не приглашал покаяться. Просто был вечер, немножко пили. Он, наверное, подумал, ну, может, я не серьезно, и сказал, дома с бабушкой, с дедушкой, с мамой, помолитесь, это будет тоже достаточно. Я вечером пригласил бабушку, дедушку, маму, тетя, там старенькая была. Илья произнес молитву покаяния. Я не плакал. Просто сказал, господь, прости мне мои грехи. И войди в мое сердце. А дедушка по-немецки сказал, я понял, что... Он, наверное, не понял, что он сделал. Но, наверное, через день, через два я начал чувствовать, что я грешный. Я начал вспоминать, что я уже матерился. Что я обманывал. Что я не слушался родителей. Что я успел что-то украсть. И мне показалось, что я самый большой грешник. Во всем мире нет больше грешников, чем я. Я не знал, может меня Иисус простить вообще такого грешного. Иисус простил. Не знаю, мне помогли и сказали, что верили Иисус. Не помню. Но я получил такую большую радость, что я хотел прыгать, прыгать, прыгать. И когда со школы шел, ребята рассказывали анекдоты со школы. Я хотел один идти, чтобы не слушать. А потом у меня случилось большое событие в моей жизни. Нам приехал гость с другого города. Дядя Фридз, такой маленький, но с такими большими усами. Он спросил меня, ты покаялся? Я говорю, я покаялся. Тогда слушай, что тебе скажу. Каждый день читая одну или две главы Библии. Три раза молись на коленях. Если в школе нет, найди место где-нибудь, чтобы никто не видел. Помолись. И один час играю на аккордеоне и пейду в бой духовной песни. Мне 13 лет, я маленький. Аккордеон большой. Маленький пейс. Я начал петь и играть. Слуха нету, медведь сюда наступил. Аккордеон тяжелый. Надо играть и тянуть. Но каждый день час, и наконец, я научился. Немножко сосед помог, но ты подсказал. Я в то время выучил много песен. На немецком языке. На русском языке. Сегодня я в Германии, пастор церкви. Все, что я пою, запоминаю, не заходит в голову. То, что я в 13, 14, 15, 16, 17 лет был, сегодня здесь. И от многого Бог сохранил, от многих грехов. Мама сказала, жениться надо на верующей девочке. Неверующие, хоть и красивые, поющие, это не для тебя. Только верующие в Иисуса Христа. И так я старался, ни на кого больше не смотрел, только на верующих. И когда кончил школу, институт. 14 июня защитил диплом. 19 июня жениться на верующей девочке. Мама сказала, надо сначала кончить институт, потом родить. Абабай, дедэнген. И в Иисус Христа. И в Иисус Христа. И в Иисус Христа. Мама очень сильный человек. У некоторых папа очень сильный. У меня мама. Мама видит, я верующий. Читаю все. Весь в Боге. Спорт бросил, только Бог. Играю аккордеон. А у нее на коленке здесь такая шишка появилась. Твердая шишка. Мама говорит, тебя Бог слышит. Меня не так сильно. Тебя слушают. Положи сюда свою руку на мое колено. Помолись во имя Иисуса. Боже, ты подними. Я помолился. Просто помолись. Я ничего не чувствовал. Ничего не заметил. Помолился и пошел свое делать. Мама вечером приходится с работы. За другой день. И когда шла на горку, у нас надо было идти на горку. Я заметил, что слишком нет. Это очень важно. Чтобы вы помнили. Бог вас любит. Вы, если покаялись, вы еще себя не замарали в этой жизни. Бог любит детей и любит тех, которые к Нему приходят. И когда Иисус уходил уже на небо, Он сказал, возлагайте руки и молитесь за молитв. Это не значит, что сказали только Димурлан или Вальдемар или кто-то. Это сказали каждому из нас. Димурлан, Вальдемар, Вальдемар. Я не знаю, что вы. Боин кто? Помолись. Если можно, положи руку, помолись. Как Иисус сказал, скажи этой горе, она уйдет. Потому что Иисус вчера, сегодня и вовек тот же. Для Иисуса нет ничего невозможно. Это два важных стиха. Для Иисуса нет ничего невозможно. Иисус вчера, сегодня и вовек тот же. Иисус говорит в 14-й главе от Иоанна. Я много сделал, но вы сделали еще больше. Кто сделает чистый мальчик? Как тебя зовут? Аниль. Даниэль. Какое красивое имя. Даниэль это не имя, это программа жизни. Такое, как Даниэль будет, и все в мире будет. Это сказано... И пригласил свое сердце. Покаяться мало. Люди ходят в некоторые церкви, они каждый день каятся. Нужно один раз покаяться на всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok.